Иди, иди. Что происходит? Капитан? Доктора Хименеса убили. Что? Этот подонок. Ах ты, господи. Перерезал ему глотку. Где Тейлор? Он... Тейлор что-то видел? Все препараты пропали. Тейлор. Это моя вина. Я назначил его в лазарет. Нет, 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 я не об этом. Тейлор наркоман. Ты знал? Хоча не важно. Уже нет. Гопрал Сен-Джон Вызывает капитана Коури. Прием. Коури на связи. В общем, я буду искать Тейлора. За ним уже выслали несколько патрулей. Полковник в ярости. Ну еще бы. Док был хороший мужик. Капитан Хименес был нашим единственным врачом. Слушайте, Тейлор вроде говорил, что хочет податься на лыжную базу. Поищу его там. Если найдешь, сообщи. А учти, полковник велел брать его живым. Да. Да, понял. Конец связи. Снайпер засел на дороге. О, черт. Как ты тут бабла? Больше ты никого не подкаралываешь. Полковник, это Сен-Джон. Капрал, капитан Коури сейчас доставляет задержанного. Завтра состоится законный суд. На закате мы его повесим. Законный суд? Конечно. Каждый заслуживает справедливого суда и справедливой казни через повеску. А, ну да, справедливость. Ну, приказ я выполнил. Конец связи. Это радио свободный Орегон. Правда освобождает. До того, как все случилось. Я глобальным соглашу. У всех только смех. Теперь никому не смешно. Такая хрень по всему миру. И в Индии, и в Южной Америке, и уж чего никто не ожидал, в этом оказалась замешана трехсторонняя комиссия. Это такая неправительственная контора, типа, радеющая за развитие сотрудничества между Северной Америкой, Западной Европой и Японией. Развили. Ничего не скажешь. Выбрали места, по которым пришелся первый удар. Но кто-то в Южной Америку. Не подумайте, ООН я тоже со счетов не сбрасывал. Они годами потворствовали террористическим режимом. Может, они и сейчас преспокойно продолжают собираться. Просто без нас. А наши бывшие друзья заняли наше место в Совбезе. Судите сами. Конечно, все это замутили в Нерро. Но без помощи извне развязать такое невозможно. С вами Марк Коутленд. Это радио Свободы Орегон. Не верьте лжи. Кто знает, Коутленд? Может, в кои-то веки ты прав. Расскажи я тебе, что они создавали в Кловердейле у тебя под носом. Тебя бы удар хватил. Капитан, ну, эти следы свежие. Так, надо осмотреться. Ну, куда? Все, не уйдешь. Субтитры создавал DimaTorzok Мне надо попасть внутрь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Да, подходите! Как ощущения? Вашим услугам! Коури, пожалуйста, пожалуйста, скажите, что это все. Поразительно. У тебя получилось. Ты перебил целую орду. Да, мне расплюнуть! Расплюнуть! Сара, ты слышишь? Лейтенант Уитакер говорит капрал Сент-Джон. Ответьте на вызов. Ах, куда ты подевалась? Капитан, я сейчас пытался связаться с лейтенантом Уитакер. Она не отвечает. Хочешь рассказать об успехе? Да, она будет в восторге. Это уж точно. Скоро ее увидишь. Лейтенанту Уиверу пока не говори. Я хочу сообщить лично. Да, да, я понял. Ваша права. Конец связи. Да. Получилось? Ты сумел? Уиверу спасибо. Никогда такого не видел. Ты так ловко от них уходил. Но, вы знаете, когда на пятки наступает орда, это очень стимулирует. Полковник прав. Мы можем выиграть войну. Девушки отдыхают. Эй! Как прошло? Мне жаль, лейтенант. О, черт. Не вышло. Мне жаль, лейтенант. Ты безработный. И еще как вышло. Я обожаю, что ты не видел этот фейерверк. Круто! Сегодня отмечаем. В офицерском клубе. Да уж, кажется, кое-кого повысят. Эй, ты идешь? Знаешь, вы идите, я догоню. Мне надо сперва кое-что сделать. Ну ладно, ждем. Это последнее. Только ничего не разбейте. Кое-что из этого... незаменимо. Что происходит? А где лейтенант? Капрал Сент-Джон. Простите, сэр. Ничего, сынок. Весь ключевой исследовательский состав был переведен. Переведен? Куда? Просто я принес ей то, что она мне заказала. Понимаю. Но у нас... Пойдем, сынок. Идем. Мэм, приказ полковника. Мэтт, так нельзя. Ты не можешь держать меня в запертии. Вольно, капитан. И сказал Господь Ною, войди в ковчег ты и семейство твое, ибо тебя увидел я праведным ныне предо мной. Мэтт, ну что вы говорите? Простите, лейтенант. Нельзя же, полковник, стойте! Эй! Все нормально. Нормально. Мэм, я принес вам те материалы. Идемте, за мной. У меня новая задача. Это будет яд. Помните, эти материалы смертельно опасны. С ними надо очень осторожно. Понял. Я тебя вытащу. Спасибо. Да, мэм. Сэн Джон, это капитан. Капитан Коури, прием. Слушаю, капитан. Тебя вызывает полковник. Он в ковчеге у себя в апартаментах. В апартаментах? Если зайти со стороны главного лагеря, за первым складом будет проход налево. Ладно. А не знаете, что ему нужно? Что-то насчет дежурств. Не заставляй его ждать, капрал. Слушаюсь. Твое имя упоминали в связи с одним важным проектом. Хорошо себя покажешь, и тебе светит повышение. Да, сэр. Конец связи. Важный проект. Какой еще проект? Сара, ты на связи? Прием. Капрал Сэн Джон. Извольте не нарушать субординацию. Рядовой, у меня много работы. На выход. Извините, мэм, приказ полковника. Сказал не спускать с вас глаз. Лейтенант, виноват. Просто у меня возник вопрос по поводу вашей заявки. Слушаю. Там написано, что вам требуется цикута. Да, она растет на берегах болот. Можно поискать на северном краю Кламандской топи. Наверняка там будет. Кламандская топи, понял. Капрал, она крайне ядовита. Это самое токсичное растение в Северной Америке. Хорошо, я буду осторожен. И еще, в тех местах есть зараженные вороны. Надо взять что-то, чем можно сжечь их гнезда. Сжечь гнезда, понял. Еще один момент. Тот другой проект, над которым я работаю. Скоро появится новая информация. Спасибо, Капрал. Конец связи. Нужны патроны для дробовика. Нужны молотовые, чтобы сжечь гнезда. Сэр, я тут... Вот когда я был молод, мы лазали по пещерам вроде этой. Искали петроглифы, рисунки мадоков других племен. Тысячелетней давности. Эти язычники ведь никогда не жили в пещерах. В холоде и мраке. А вот мы... Боже мой, как низко мы пали. Полковник, я просто... Солдат, подчинявшийся лейтенантам Уитекер и Уиверу, тот, кого ты заменил, ушел в самоволку. Он вломился ко мне и забрал принадлежащую мне Библию. Верни мне ее. Да, сэр. Я отметил на твоей карте место, где его видели. Ты свободен. Че за хейн... Эй, Уивер. О, капрал Сент-Джон. Заходи, приятель. Зацени вот мою хату. Да, неплохая обстановочка. Ничего тогда. А куда бы сунули, если бы облажался? Ну, этажом ниже, на холодок. Ага, я слыхал. Она, знаешь, тоже не пришла в восторг. Да, знаю. Тебе что-то нужно? Не, ничего не надо. А хотя, знаешь, кое-что прям очень нужно. Слышишь? Слышу что? Вот. Тишина. Полковник, если ты не в курсе, не фанат музыки. Видать, минонит, что ли? Это про танцы. Какие еще танцы? Минониты любят музыку. У них другое. Они не танцуют. Да ладно. Ну, вообще мне пофиг. Нужен им П-3 плеер. Наушники. Хоть что-нибудь. Звука. Ты что, шутишь? А что, похоже? Ладно. Спасибо. Сен-Джон, ты на смерти? Уивер, да. Тебя плохо слышно. Сигнал прерывается. Потому что я в печени. Я удивлен, что вообще сказ есть. Эй, я знаю, где можно взять им П-3 плеера. Да ну, и где? Я был в лагере в муниципальном колледже, когда на него напали фрики. Колледж? Тот, что на востоке? Рядом с 97-й трассой? Да, он сам. Он бойц, он конос, или как бежьет. Короче, когда мы отступали, я бросил там все вещи, в том числе и плеер. Черт, мне надо идти. Сапчи, как будешь на месте, конец связи. О, Брайан. О, Брайан, ответь, я знаю, что ты на этом канале. Больше тебя не услышу. Ранция не опутала. Я ее выключу. Слушай, мне нужна помощь. Я слушаю. Моя жена, та женщина, которую я искал. Я помню. Я ее нашел, О, Брайан. Она жива. Это невероятно. Надо же, каковы шансы? Это сейчас не важно. Я ее нашел. Она жива. Но ее держат у себя ополченцы. Те, про которых ты говорил. Сочувствую. Да нахрена мне твое сочувствие? Мне помощь нужна. Ее держат там, куда я не могу добраться. Помоги мне ее освободить. Ты же знаешь, я не могу. Хотя подожди. Ладно. Но сначала сделай кое-что для нас. Говори. Я на все согласен. Только рацию не выключай. Я с тобой свяжусь. Ладно, О, Брайан. О, Брайан! Ай, черт. На март, ты меня слышишь? О, Брайан, и где ты, блин, пропадал? Я скинул тебе координаты. Встретимся там. Конец связи. О, Брайан! О, Брайан! Ну, какой же ты ублюдок! Капрал Сэм-Джон, говорит полковник Карлов. Прием. Да, сэр. Капрал, хорошо, да. В наших рядах нашелся еще один предатель. Шпион работал на анархистов. Анархисты? Опять? Да, ты помнишь. Он сбежал, и мы не успели призвать его к ответу. Он отправился на север, и наш патруль его потерял. Я отметил на карте место, где его поставили. Завалил. Да, ты помнишь, он сбежал, и мы не успели призвать его к ответу. Он отправился на север, и наш патруль его потерял. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Он нужен нам живым, Капрал. Надо узнать, что он тут делал, сколько знает, чего хочет его группа. Да, сэр, я постараюсь. Как всегда, как всегда. Свободен. Лагеря чебенцев. Вот козлы. Думаете, можно напасть на меня и вам ничего не будет? Так, вот это вполне похоже на болото. Посмотрим. Вы, мальчик, господу. Так. Где. Продолжение следует... 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 Свяжись со мной, когда вас с женой надо будет забирать. Может, в этот раз ты её не бросишь. Продолжение следует... Один есть! Предупреждаю, с мотоциклом он управляется хорошо, был у нас одним из лучших. Если упустишь его, уже не поймаешь. Это мы посмотрим. Конец связи. Что тут у нас? Полковник, я его обнаружу. Ну что? Вряд ли ты так просто сдашься. Скотина! Попался! Давай по обычной степетик. Пробить шины! Пробить шины! Мой байк! Нет! Нет! Давай по обычной схеме, Дик. Пробить шины! Пробить шины! Сейчас! Мой байк! Есть! Вот чёрт! Нет! Как дела, приятель? Похоже, денёк у тебя вышел сумбурный. Прямо как ты любишь, да? Живым ты меня не возьмёшь! В общем, уже, считай, взял. Хотя живым или нет, мне до лампочки. Чёртовы анархисты. Полковник, я его взял. Передаю вам координаты. Отлично, Капрал. Хочешь попробовать? Давай, смелее. Спасибо, Капрал. Надеюсь, вы были осторожны. Оно токсично. Да, да, конечно, мэм. Слушай, у меня есть план. Некогда объяснять. К следующему разу будь готова делать отсюда ноги. Понима? Капрал. Я не сказала спасибо. Вольно, боец. Вольно, боец. Эй. Привет, ну как дела? Всё, что смог достать. Ого, и что тут у нас? О-о-о-о! Чувак! Ты просто спаситель! А то. Спасибо. А, ещё что-то нужно? Уивер. Понял. Эй, Капрал, Сен-Джан. Ты чёткий чувак. Ты на моей волне. Я не с***. Продолжение следует... Так. Как? Девушки отдыхают Все не случайно Они пришли с вестями о других лагерях К примеру, на юге, уже очищенном нами О лагерях, кишащих выродками, ворами, наркоманами и убийцами Вот она угроза для всех Каждый день мы живем под страхом смерти Но этот страх нагоняют вовсе не бешеные фрики вокруг нас Они – часть Божьего замысла Они – часть кары Господней Нет! Нет! И вовсе не фрики угрожают уничтожить нас А наши собратья Подобно праведному ною Мы построили ковчег, чтобы спасти людей Спасти людскую мудрость Чтобы когда схлынет вода Отстроить мир заново Но ныне В нашу эпоху Не океаны Господь призвал, чтобы смести всех проклятых грешников с лица земли Нет! Не будет ныне нам крещения водой! Нет! В эту эпоху Мы есть потом Это мы были избраны Чтобы окрестить мир Огнем веры! Сегодня Мы начнем священную войну против грешников Что наврекли на нас гнев Божий Мы двинемся на север Отыщем грешников И очистим О, Брайл, это Сент-Джон Прием Слушаю Надеюсь, ты готов, потому что пора Прямо сейчас Давай координаты Есть Стоп, где ты? Крейтор Лейк, Уизард Айленд, лагерь ополченцев Ты вырубил все РПГ? А, черт, нет Сейчас займусь Тогда я жду сигнала Конец связи Добраться до гранатометов Где они могут быть? Ага, вышки Наверняка где-то здесь Правильно, идите отсюда Но атаковать другие лагеря Это как-то через черт Заодно похавать принеси Ага, сейчас Ну давай, сволочь Вот так Надо идти к Саре Сара? А, лейтенант Уитекер Прием Черт Подожди Я скоро Слушайте, а вы не можете меня снаружи покараулить, а? Приказ полковника Велина с вас глаз не спускает Пошел нахер, ваш полковник Мадам Язык придержи Порядки-то у нас меняются Если не уважаешь приказы Глянь, никого там Нормально, никого нет Так Что делаем? Быстро собирайся, уходим Как мы отсюда выберемся? Везде охрана Ты не веришь? Убрайан Я здесь Мы идем на вершину Права на ошибку нет Понял, конец связи Что за, Брайан? Куда идем? Некогда объяснять Все взяла? Мы не вернемся Да, я готова Идем Держись ближе Если что Эй Вдруг ты не прочел записку Кто такой Брайан? Как он нас отсюда вытащит? Я говорил Благодаря ему я тебя нашел Он боец Неро Это на его вертолет Я тебя тогда посадил Неро? О, черт Уивер Нет, нет, нет Вон ту Канистру Да Рядовой Ворон считаем Смотри, что делаешь Вон ту канистру Вон ту Все, быстрей Ну И не вздумай ее уронить Он нас отпустил Уивер нас отпустил О, черт Охранники Так Побудь тут Эй Слушай Давай обойдем их Сейчас Так этот тип с вертолета Он здесь будет? Да Это долгая история Я потом расскажу В спокойной обстановке Так они до сих пор летают? То есть Значит у них есть ресурсы? Оборудование? Ну да Наверняка есть Слушай Это ты сама спросишь У Абрайна Охранник Сейчас Попробую отвлечь Кто-то есть А, осторожней Боец Что ты делаешь? Простите, мэм Сюда вход за пришелье Как ты смеешь Пререкаться с офицером? Тихо, тихо Приди Сейчас Попробую отвлечь А, осторожней Боец Что ты делаешь? Простите, мэм Сюда вход запрещен Как ты смеешь Пререкаться с офицером? Ты знаешь Что тебе грозит За неподчинение приказу? Мы бойцов И не за такие Проступки вешали Ты же понимаешь Да? Меня прислал полковник Он сказал Присмотреть за тобой Конкретно за тобой Назвал тебя по имени Ты понимаешь Что это значит? Понимаешь? Это что? Четко Охранник Охрана Попробуй увезти Осторожней Хорошо Давай Мы почти пришли Скорее бы повидаться с Богом Ты хочешь поехать со мной В Лост Лейк? В смысле Я думал Мы едем в Кловердейл? Да В Кловердейл Я не к тому Просто была бы рада Он для меня Как старший брат Родни-то у нас вообще не осталось Это еще кто? Боец Подойди сюда Мэн Это запретная зона Сомневаешься в моих словах Боец? Знак отличия видишь? А? Ты понимаешь Что я могу отдать тебя Под трибунал За нарушение субординации Неподчинение приказу И неуважительное обращение К офицеру Ты знаешь Кто я такая? Ты знаешь Что я офицер? Что я подчиняюсь Непосредственно Полковнику Гаррд Что у меня Две ученые степени В биомедицинских науках Вопросы мне будешь задавать? Это что? Молодец Ты тоже молодец Я вижу свет Идем Мы почти выбрались Да Точно Это вершина Ну все Добрались Где он? Где Убрай? Будет Будет А, лейтенант А я как раз показываю остров Нашим новобранцам И мы собираемся в ковчег Идемте с нами А, ну, полковник Господа, это лейтенант Уитекер Она возглавляет группу ученых Которые разрабатывают Отраву для неприятеля Предатель! Что? Нет! Осторожно Мэтт, я хотела сказать, что мы идем пополнить за вас Он убийца и шпион Вы станете слушать ему, а не меня Вы меня знаете Называется Лост Лейк Их лидер послал его сюда Эй, чушь собачья Говорю вам Я этого ублюдка впервые вижу Полковник, поверьте мне Ходит! Так Я слушаю Говорю вам Что он шпион Мэтт, он же псих Вы его впервые видите А он вам врет Что там говоришь за лагерь, а? Лост, как его там? Я не вру Пусть спину покажет Что? А? Спину покажет! Хватит, хватит! Успокоились Теперь мы попробуем отыскать истину Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего Капитан Коури, напомните, какая это заповедь? Я точно не помню, сэр Рассказывай, но только не лги мне, сынок Я почую В лагерь Лост Лейк Он напал на женщину Ты чё? Вообще хрил! Он был по пояс голый У него была татуха На всю спину Типа сатанинская Эээ, какая-то дохлая собака Грызущая цепь Что-то вроде того Я его оттащил Он был пьян и полез в драку Но кто знает, что бы он сделал, если бы не я Пусть покажет нам свою спину И поймёте, кто тут врет Извините, полковник Это какая-то чушь Повернуть Ты носишь на себе образ Цербера Пса Аида И надо же Раскрыли тебя на выходе из-под земли Но ты ведь не Цербер, правда? Дикон Сан-Джон Он вам врет Ты прячешься за именами ангелов Я никого не трогал А на самом деле Это его выдали из этого лагеря Слушайте! Новый лейтенант Как вы оказались рядом с намадом Когда мимо пролетал вертолёт Неро? Полковник, я не понимаю, о чём вы? Вы же пришли к нам из лагеря Неро Давно вы за нами спионите? Давно? Мэтт, честное слово Я не понимаю Один злос Я ожидал этого одномада Ожидал, что такие, как он, меня предадут Но офицер Полковник Это я! Это я! Полковник Я Соврал Посмотрите, в моём кармане Там рация Это я их вызвал А вам всем я врал Я врал Лейтенанту Я сказал, что Прошу её проверить поставку, но Но мне просто нужен был заложник Дикон Сен-Джон Намад Ты слышишь? Это Неро О'Брайен Намад Простите Капрал Сен-Джон не может вам ответить Что? Кто это? Иногда В поисках правды Нужно пролить кровь Невинных Простите, милая Отпустите рядового Саркозь Ага Коури Этого намада В карцер Завтра в 7.00 Его будут судить А потом Повесят Лейтенант Довольно У нас много дел Идём А теперь поподробнее про этот Лост Лайк Да, сэр Всё, что угодно Лейтенант Хватит Давай Встань Так значит, ты дышишь Пошёл ты Рад слышать Значит, ещё не сломался Короче Чё надо У тебя на спине Мёртвый пёс, грызущий цепи Нечасто увидишь Поспрашивал тут Узнающих Я хотел Не знаю Понять, что к чему Это было при лейтенанте Когда она попала в лагерь Сдаётся мне Твоё Да, моё А твою жену Зовут Нибет Нет, Нибет И ты всё время искал её По одищу Ты спросил, что надо Всё просто На мой взгляд Тот, кто прошёл через семь кругов ада В поисках своей жены Не заслуживает висеть в петле Стоп, я чё-то не понял Вы что, мне помогаете? Ну, ведь тогда вас всех повесят Мы не вернёмся Полковник совсем рехнулся Священная война, геноцид Это что за херня? Ну ладно Куда пойдёте-то? Да? Махнём прям Даринова Давай с нами Нет Тебе нельзя назад Тебя пришляли к нам Я без неё никуда не пойду И всё равно надо на север Предупредить Майка Нет, уже слишком поздно Почему? Ночью они зачистили перевал Сантьян Что? Рано утром колонна выехала на север Твою мать Точно не пойдёшь с нами? Да, точно Тогда удачи Дикон Санчжо Эй, Коури Когда полковник спросил про армейскую службу Я сказал, что ненавидел каждую минуту Но Может, всё было бы не так мерзко Если бы командир был вроде вас Знаешь Может, ещё не поздно Что это? Аминься Третья 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 Продолжение следует... Я не могу спасти Сару. Не могу, но их я могу спасти. Господи, прости меня, Сара, прости. Я... я не сдался. Я что-нибудь придумаю. Я еще вернусь за тобой, я тебе обещаю. Я вернусь за тобой. Да-да, на север. По шоссе... Сантиэм. Теперь путь свободен. Да, так быстрее всего. Путь свободен. Субтитры сделал DimaTorzok Затем Это сюда На север Блокпост Черт, его здесь раньше не было И не обойдешь У нас приказ стрелять на поражение Эй, это Сент-Джон У нас приказ стрелять на поражение Фу, есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пригодится Я знаю, что ты здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лом Хорошо Пригодится Пригодится Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, походу, взрывать придется Держи Держи Оболчанцы расчистили тоннель Держи DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Держи Субтитры сделал DimaTorzok Держи Держи Они заняли старых топ-пост-дэп, тут без боя не прорваться. Убирайтесь с дороги, козлы! Давайте, вы ублюдки! Ну, наконец-то! КОНЕЦ КОНЕЦ Так, сна! Она пойти хочет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще трофеи. Предохранитель. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бухарь, ты меня слышишь? Ответь. Бухарь, прием. Дик, это ты. Да, заносите их сюда. Быстрее. Эдди, заносите раненых. Бухарь. Дик, я рад, что ты жив, брат. Ты по нам тут пригодился. Заносите внутрь. Быстрее. Быстрее, давайте. Берегись. Я скоро буду. Я уже рядом. Слушай, к вам едет Шиза. Ему нужен ты. Они порвались через ворота. Быстрее, быстрее. Пусть попробуют их. Пусть попробуют. Бухарь. Черт. Рикки, лагерь Лос-Лейк, ответьте. Рикки, Майк, прием. Черт. Дик, ты живой? Шиза сказал, ты погиб. Найди Шиза. Нет, главное, найди Майка. Рикки, рассказывай, что происходит, что... Шиза приехал к нам с армией. С ополченцами. Найди его, быстрее. В доме. Скорее гони к дому. Давай уже, он сказал, что привез припасы. Хотел помириться. Умолял Майка простить его. Рикки, нет. Господи, да вы что? Майк же ему не... А потом тут такое началось. Они стали стрелять. И я не могу его найти. Дик, я Майка не могу найти. Рикки. Рикки. Черт. Эй, эй. Они отступают. Они бегут. Да, мы победили. Где Шиза? Никто не видел Шиза? Мы победили, брат. Точно. Перебьем, гадов. Все, кто идет. Где этот хренов Шиза? Да мы тоже искали. Никто его не видел. Ну все, погнали уже. Ты расслабься. Не уйдет он от нас. Дик, слава богу, пошли. Рикки, что случилось? Железного Майка подстрелили. Чего развалился, лентяй? Я пришел на рыбалку тебя звать. Чем людей-то кормить? Ты нашел ее? Ты нашел ее? Жену свою. Да, Майка, она снаружи. А ты... Ты перевел ее? Да. И знаешь, я бы... Я бы ее не нашел, если бы ты не помог. Да, славно. Славно. Покажи мне ее. Небось. Она красотка. Раз ты так старался. Как моя Элизабет. Тише, тише, Майк. Ну-ка, Майк. Майк, тебе надо это принять. Нет, нет, ни к чему. Не надо, я могу. Итак... Давай, Майк, осторожней. Я ведь... Я... Я ошибался, Дик. Нет, нет, нет. Мы все наладим, Майк. Когда ты поправишься, обещаю, мы все еще... Я был... Я был неправ. Я был неправ. Делай то, что должен. Что? Ты... Ты... Тащите лагерь. Рики? Да, Майк, я тут. Я тут. Я тут. Майк? 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 Не легко это сказать. Майк погиб. Он хотел... Он увидел Шизо, когда ополченцы отступали, и, как водится, хотел поговорить. Ну... И вот. Я... Заткнитесь! Заткнитесь! Речей не будет! Майк бы этого не одобрил! И у нас тупо нет времени. Поскольку вот эти сволочи... Их осталось еще много! Очень много! Я был в их лагере. Я видел их армию. И когда они вернутся, они прикончат всех вас до последнего. Ну, попытаются. Надо ударить первыми! Эй! Эй, тихо! Заткнитесь! Слушайте! Железный Майк ему доверял? Так что и вы тоже должны! Не-не-не-не, ты что? Командиром я не буду. Я не Железный Майк. Я простой намат. Вот как! Ну, катись! Нет, я... Я вас не брошу! Посмотри на меня! Послушай! Короче, найди бухарь и отправь ко мне. Смотрите, вот что я нашел в бункере выживальщиков. Это же... Да, именно. Нам нужен грузовик или что-то большое, типа самосвала, и мы навалим в него удобрения. Витамония? Да. Смешаем сотни галлонов криозота. Бомба из удобрений. Такой план? О, Господи! Ополченцы превратили весь остров в свою крепость. Гражданские сидят по пещерам. Еще есть рабочие и те, кто считаются неподходящими для службы. И есть арсенал и гарнизон прямо за воротами. Ударим сюда! И вырвем ополчению самое сердце. А как же Сара? Ну, она в пещерах, которые называют Ковчегом. Стоп! А с чего ты взял? Что они не убьют там всех вообще, Сару и всех остальных? Я не знаю, я не знаю, но после взрыва начнется суматоха. Я побегу, найду ее и выведу, пока там все носятся как полоумные. И поймите, дело уже не только в Саре. Полковник объявил войну нам всем. А за ним стоит настоящая армия. Железный майк и прочие – это первые жертвы в этой войне. А война будет короткой, если мы не нападем первыми. Я не говорил, что план будет хорошим. Дик, да он реально дерьмо. Ты со мной, брат? Я задвяжу уху. Ладно. Но одни мы не справимся. Хорошо. Если кто захочет присоединиться, ставь их у южных ворот. Потому что, когда рванет, все ополчение ломанется к главному выходу. Нам нужно кое-чем запастись. Вы чокнутые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну, это вряд ли. Слушай, да мне вообще до лампочки. Ну, ты скажи, как будешь готов. Рикки уже рвется действовать. Конец связи. Рикки уже рвется. 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 Почти все. Рикки уже рвется. Рикки уже рвется. Рикки уже рвется. Рикки уже рвется. Конец связи. Рикки уже рвется. 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 Рикки уже рвется.